Многие останавливаются в развитии в 13 лет, и доживая до 51, как бы у них ничего не получается, потому что разум полностью отсутствует. У него всю жизнь была борьба за выживание, дом, работа, завод, там что-то еще, там разводы, все, больше у него ничего не было, и он, ну, не задумывался о том вообще, нахер он здесь живет в этом мире, что он должен тут сделать для женщины, чтобы она его выбрала. Я ничего не должен, я мужик, то есть вы там сидите, нахер и быкуете по поводу того, что вы там ничего не должны. Есть некие природные обязанности тебя, как мужчины и самца, для того, чтобы ты женщине дал это пространство. Здорово, мужики, всем привет, это Юра Сенцов и канал Все Твои, Владимир Шамшурина. Сегодня я хотел бы вам поговорить о вашем мужском предназначении, потому что, как ни странно, как бы эта тема стала все больше и больше затрагиваться в наших тренингах, потому что на наш тренинг приезжает все более и более, как ни странно, взрослые дядьки, и когда ты начинаешь беседовать с этим взрослым человеком, то задаешь ему какие-то там вопросы о том, ну, как бы, о предназначении вообще мужчины вот в этом мире, то есть зачем мужчина появляется как мужчина в этом мире, да, там, тема может быть какая-то будет такая сегодня о высоком, но я постараюсь надолго это все не растягивать, хотя как-то кратко пробежаться по основным тезисам, да, как бы на что нужно обращать внимание в первую очередь именно мужчине. Поэтому, когда я задаю вопрос, там, дядьке взрослым, которому, к примеру, вот у меня был недавно ученик-индивидуальщик, и Саша, ему там 51 год, я спрашиваю, Саша, где у тебя, какая вообще цель в жизни, вот, глобально, как ты сам считаешь, ты задумывался когда-нибудь о том, для чего ты родился, почему ты родился именно мужчиной, и какие твои обязанности мужские, именно как, не то, что там какие-то общепринятые, а именно вот данные тебе там природы или богом, то есть тут вопрос, кому как удобно думать, кому как нравится, кто там верующий, кто не верующий, но все же. И он там так надолго задумался, начал что-то там крутить, вертеть, и в связи с этим мне стало удивительно, что человеку 50 лет, там, идет шестой десяток, и он об этом даже, ну, либо он никогда не задумывался, либо вот он эти мысли не крутил. Так показывает ситуация, что, ну, его ситуация говорит о том, что у него в данный момент нет женщины, он не может к себе притянуть женщину, там, есть какие-то свидания, в общем, там, возможно, это, там, сайты знакомств, где они там уже договариваются, встречаются, и на встречах они там друг друга не устраивают. Есть вариант такой, что абсолютно нет понимания того, как ты должен ощущать себя в этом мире как мужчина, ну, то есть какие твои основные предназначения. Вот человеку, которому 50 лет, он сидит, он об этом думает, он не знает, что ответить. Для меня это было просто охренеть, как, ну, дико, что взрослый мужик, он до сих пор не понимает, зачем он живет, вот, пускай даже он может, там, в чем-то ошибаться, но у него еще до сих пор не сформировалось свое мнение о своем собственном предназначении в этом мире, как, ну, как мужчины. Блин, мне реально, для меня это дико, когда вы просто живете на каких-то, там, чисто животных инстинктах, хотя их тоже, по идее, ну, можно разобрать, и туда, вот, ну, разбирая инстинкты, можно там к чему-то прийти, к какому-то своему началу, но не придавать этому времени, не придавать этому значения, как бы, я считаю, что, как минимум, это не то, чтобы непрофессионально, но, блин, я считаю, что, ребят, этому нужно придавать очень большое значение, потому что ваш интеллектуальный уровень, как мужчины, формируется тогда, когда вы начинаете мыслить, искать какие-то ответы на вопросы, и в связи с этим, там, общаться с людьми, то есть, познавать себя. Вообще, когда такие ребята подходят, знакомиться к женщинам на улице, они слышат там в ответ, я сейчас не знакомлюсь, там, я замужем, в общем, и они там перестают спорить, перестают дальше продолжать настаивать. Мы в одном из видео, там, говорили с вами, что настойчивость и решительность одно из самых главных качеств человека, в принципе, для того, для достижения цели. Реально, я могу сказать, что настойчивость и решительность для меня, по крайней мере, это самое главное качество, вот. И здесь человек его не может использовать, потому что, как бы, он даже не понимает, что в базе, ну, там, мужчины, в его собственной базе разрешены, как бы, определенные вещи, что он не то, чтобы они разрешены, он их обязан делать, он обязан быть всегда сильным, априори, потому что природа наделила мужчину, там, некоторой силой добытчика, завоевателя, то есть, она наградила его, вот, ну, этими природными характерными данными. Хотя мы можем видеть, что не все мужички у нас так себя ведут, есть полные противоположности, но, опять же, здесь, я надеюсь, на канале таких нет. Вот. Либо, если это духовная тема, то там тоже практически во всех религиях мужчина идет там первый. То есть, как удобно вам в эту сторону, можете думать, смотреть, но, если сравнивать и религию, и некую материю, да, там, если мы сейчас говорим об образовании, там, мира, то у мужчины есть всегда определенные роли. И самое главное, миссия мужчины, вот, по отношению к женщине, если мы будем говорить, то, несомненно, это ее безопасность. Когда вы мыслите, общаясь с женщиной через парадигму, что вы для женщины все, то есть, вы и безопасность, и крыша над головой, и решение всех проблем, то в этом случае женщина вас начинает выбирать. Когда вы подходите туда общаться, нужно помнить о том, что вы мужчины, и о том, что ваше назначение как мужчины, это прежде всего транслировать в сторону женщины вот эту безопасность. А вы, как минимум, если брать уже, там, совершенно, вот, какие-то, ну, такие самые простые вещи, когда вы подходите и очень близко вторгаетесь в ее территорию, начинаете хватать ее руками, либо подходить очень близко, где ваше иногда зачастую невкусное дыхание женщина ощущает, то тем самым, там, ну, на продолжение рассчитывать бессмысленно. То есть, когда ты это, ну, понимаешь, ты не подходишь очень близко, ты общаешься на, ну, там, на обычной социальной дистанции, в общем-то. Поэтому, когда вы мыслите через парадигму, что вы для женщины безопасность, то, подходя туда, ну, многие, бывает, что не могут найти слова, что говорить. Ну, когда ты, еще раз повторюсь, мыслишь таким образом, что ты мужчина, ты женщине даешь безопасность, ты за этим сюда пришел, тебе все можно, в общем. И когда ты общаешься сквозь, вот, сквозь эту парадигму, у тебя, в общем-то, направление твоих слов и мыслей, оно начинает фильтроваться и задавать правильное направление. Вообще, если брать вот все истоки, то мужчина для женщин должен структурировать по природе своей, ну, чтобы она его выбрала, он должен для нее структурировать. Сейчас опять здесь появятся вот эти, там, подписчики. Мужчина ничего никому не должен. Ну, в общем, ребят, вы там можете думать, как хотите. Я сейчас предлагаю рассмотреть вот такую точку зрения, что это, она прочитана мной и была, и в книгах, и в какой-то религиозной литературе. В общем, там основа одна, что мужчина, он должен и обязан для женщин структурировать некоторое пространство, да, в котором эта женщина дальше потом будет творить быт, твоих быт и воспроизводить потомство. Многие по ошибке считают, что главная миссия мужчины – это воспроизвести потомство. Это как бы, это не ошибка, но это не первоочередно, потому что если взять, там, двух, там, идентичных людей, или наоборот взять здорового мужика, там, какого-то бомжа, и по большому счету, там, им, если сдать, грубо говоря, они и тот, и тот могут принимать участие в половых актах, если взять у них, там, анализ на спермограмму, там, и они могут осеменить, то по большому счету они, тот и другой, могут выполнить свою функцию. Но женщина, она не выберет, там, слабого самца или этого же бомжа, потому что перспективы на безопасность у нее нет. Поэтому они, в первую очередь, рассматривают мужиков, с которыми им будет безопасно. В том числе мы можем наблюдать, что классные девки, там, красиво, они всегда ходят с такими чуваками, вот я вчера на индивидуалку попросил ребят описать вот этого условного чувака, классного парня, который вот именно с теми телками, которым нравится, кто с этими телками обычно с девочками с этими ходит. Они начали описывать некий портрет, первые все говорили в один голос, что это сразу у него такой взгляд, с ним даже встретишься взглядом, тебя пробирает холодок, там, то есть, постоянно на стороже он ходит, то есть, он физически крепкий, в основном вот такие парни, красивые, стильные, на которых там большинство из вас хочет быть похожим. Это первый момент, вариант, да. И второй вариант, это от мужчины, которые вам абсолютно не нравятся, вы их там постоянно хейтите, это старые пузатые дядьки с бабками. То есть, деньги своего рода, это тоже безопасность, они женщине помогают чувствовать себя более спокойно, уверенно и иметь дорогие машины, квартиры и прочее. Каждый человек по натуре и по своей он эгоистичен, несмотря ни на что и даже находясь в семье, женщина тоже будет эгоистична, только вот ее эгоизм в данном случае, он дуален, он еще распространяется в связи с тем, что в нее там внедрен материнский инстинкт, он еще распространяется на своего собственного ребенка. Когда она выбирает мужчину, она еще думает о том, чтобы этот мужчина смог прокормить ее ребенка в том числе. Она его оценивает, так как она по природе слабже, и всю эту нагрузку они там неосознанно или осознанно свешивают, в общем-то, на мужчин, для того, чтобы у нее есть некоторые ожидания при встрече с вами, что на вас можно рассчитывать, что вы будете кормить и одевать не только ее, но и ее ребенка. Вот мужик, когда он немножко думает о других вещах, по большому счету. Но вот если вы на свиданках, на подходах будете транслировать о том, что с вами там условно можно пойти в разведку, как это в мужских кругах любят говорить. Так вот, если женщина там будет чувствовать от вас вот эту уверенность, да, как многие говорят, вот там на тренингах говорят, будьте уверенными, но никто не объясняет, как это делать. Тут надо менять свое мышление, то есть надо мыслить через вот парадигму безопасности, что вы, сила за вами как бы, то есть это сила, которая данная вам природой. Вы априори можете на нее опираться. То есть это написано во всех источниках, как еще повторяюсь, как и религиозных, так и материальных. То есть там всегда идет, что мужчина это вот некий какой-то там стержень или сосуд, он не меняет свою форму, а женщина она как жидкость, то есть она может применить форму любого сосуда. В общем, ситуация такая, что женщина может подстроиться под любого мужчину, а мужчина должен быть всегда крепким, стержневым, в общем, иметь свою четкую позицию, свое четкое мнение. Когда женщина это чувствует в мужчине, она его выбирает. Даже подходя в полях, думая об этом постоянно, даже если вам страшно, даже если вы там путаетесь в словах и волнуетесь, но при этом стоите и твердо смотрите в глаза, показывая и транслируя в то, что ладно, как бы там, ничего страшного, я ошибся, но все же там, я хочу с тобой еще дальше продолжить пообщаться. То есть вы должны показать свои намерения, вы должны показать свои намерения о том, что вы серьезный человек, вы не боитесь препятствий. То есть если вы, да, ничего страшного, что вы волнуетесь, но вы продолжаете настаивать на своем, это показывает, что вам эти препятствия, как бы, ну, похеру, по большому счету. Тем самым она может проецировать на то, что в вашей дальнейшей жизни, если какие-то в вашей семье случаются чрезвычайные происшествия, то с таким мужиком, который не боится препятствий, исправляется, то есть стоит, волнуется, но все равно продолжает делать, это говорит только о тех чертах характера, с которым ей, ну, с данным мужчиной ей будет безопасно. Поэтому многие не хотят подходить, потому что они боятся, что их волнение увидит женщина, в общем-то. Самое страшное, что вы не подходите и не про... Реально можно подходить и можно волноваться, но самое главное продолжать настойчиво транслировать то, что вы даже несмотря на свои волнения продолжаете идти вперед. Еще раз повторяюсь, это некая мини-модель того, что потом, когда в вашей жизни будут снова встречаться какие-то сложности или трудности, вас будет колбасить, но вы продолжаете, будете дальше двигаться. Так вот, ребят, когда вы будете реально об этом задумываться, я предлагаю вам почитать какую-то литературу. Мы много на тренингах об этом говорим. Кто приезжает на тренинги, знает, что мы эти темы там очень глубоко разбираем. То есть прямо заходим туда, вот в эти истоки, их тоже разбираем, потому что тупо одни подходы совершать, ну, рано или поздно там, как бы ты можешь схлопнуться. Есть даже такие тренинги, куда приходят парни, занимаются, и после тренинга происходит вот этот хваленый откат. Вот, чтобы себя, как говорится, обезопасить и вас обезопасить, мы работаем с вами в том числе с тем, что, как бы, рассказываем вам, в том числе о вашем предназначении, о твоем предназначении, как мужчины в этом мире. И поэтому, опять же, хочу сказать, что вот в тех тренингах, где не работают вот с этим главным, глобальным, вот с этими главными глобальными базовыми установками, в общем, ученики, приходя на тренинг и делая задания, остаются вот в той системе ценностей, которая у них была до этого. И по окончании тренинга эта система ценностей не меняется. Так вот, когда ты пришел на такое мероприятие, тебе там напихали фишки по пикапу, и ты вышел из тренинга и начинаешь вот это действовать, но система ценностей осталась прежней, которая была до тренинга, то эта херня никогда не сработает. Вы понимаете, что вам нужно менять систему ценностей, систему ценностей по отношению к женщине. Кто-то может сейчас сказать, что тут правильно или неправильно, я опять буду повторяться, что нет таких понятий лично для меня, как правильно или неправильно. Есть четкие понятия эффективно, либо неэффективно. Не может быть такого, что ты мыслишь правильно или неправильно. Ты можешь мыслить либо эффективно, либо неэффективно. Если у тебя ничего не получается, если ты делаешь какие-то правильные вещи, но у тебя не получается, значит это неэффективно. Предлагаем мыслить с точки зрения эффективности. Я еще раз тебе хочу повторить, мужик, приходя на тренинг, ты должен понимать, что ты должен быть готов менять свою систему ценностей по отношению вот к этому миру и к женщинам в том числе. Потому что на сегодняшний день твое мышление, оно показывает неэффективность. Когда приходящие в тренинг ребята, бывает что там спорят или что-то там доказывают, мы всегда говорим, чуваки ради бога, доказывайте сколько угодно, как это продвигает вас в жизни дальше. Поэтому мышление, его нужно в любом случае менять, изменять, стараться смотреть на все по другим углом. Повторяю, что приходя на тренинг, ты просто обязан поменять свое мышление, потому что все фишки на твоем старом мышлении, они работать не будут. Будет все работать в совокупности. Нужно по-новому начинать смотреть на мир. Нужно задумываться о том, какую миссию как мужчина ты несешь в этом мире. Для чего ты здесь живешь, что ты должен этой женщине дать, чтобы она тебя выбрала. Я ничего не должен, я мужик. То есть вы там сидите нахер и быкуете по поводу того, что вы там ничего не должны. Есть некие природные обязанности тебя как мужчины и самца для того, чтобы ты женщине дал это пространство. Дал это пространство для воспитания детей. Дал это пространство для того, чтобы она дома там возводила вот этот очаг. То есть это элементарные природные вещи. Кому-то они приходят с воспитанием, кому-то нет. Но если ты, зная об этом, это не применяешь, то тебе тогда уже будут вопросы. Когда приходят 50-летние дядьки и пытаются там слямзить несколько фишек для того, чтобы вот... Ну в принципе, я же еще с бабами более-менее общался там на свиданках, как-то разберусь. Да хер ты разберешься там на свиданке, потому что общаясь с тобой со взрослым мужиком, незрелым взрослым мужиком, а то, что ты состарился внешне, у тебя появились морщины, это не значит, что у тебя прибавилось ума. То есть многие останавливаются в развитии в 13 лет и доживая до 51, как бы у них ничего не получается, потому что разум полностью отсутствует. У него всю жизнь была борьба за выживание, дом, работа, завод, там что-то еще, там разводы, все, больше у него ничего не было и он не задумывался о том, вообще нахер он здесь живет в этом мире, что он должен тут сделать для женщины, чтобы она его выбрала. Нужно задумываться об этом. Я и говорю, что самая главная твоя миссия по отношению к женщине, это обеспечение, обеспечение ее безопасности. Потому что если в твой дом придет беда, хоть бандиты, хоть безработицы, то есть ты должен уметь постоять, как и физически, так и морально. Когда у тебя дома случится какая-то херня, ты скажешь своей женщине, слушай, я сейчас что-то там придумаю, в любом случае мы не останемся голодными, мы не останемся у разбитого корыта. Вот эта трансляция безопасности, она должна происходить именно в моменте знакомства, именно там на свидание. Потому что когда вы вешаете лапшу на уши, все равно женщина, она чувствует, она чувствует тебя, у них более тонкая душевная организация, они вот эти вещи как бы снимают на раз-два. В общем-то, но то, что ваши намерения, они серьезные и характеризуют вас как серьезного мужика, они давать вам будут реально билет в будущее, билет вот с этой женщиной, которая вам нравится. Потому что на классных девок всегда очень большой спрос, причем всяких имбецилов, в том числе, которые написывают им, не могут подойти и написывают, 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 написывают или подходят там, или названивают. То есть, она должна понимать, что у нее должен быть мужчина, который ее нахер от этого оградит. То есть, это тот, кто будет отвечать за ее безопасность. Поэтому, прежде чем изучать там пикап, фишки, подходы, вот эти с дебильными улыбками, там, эээ, крошка, в общем, ну как бы задумайтесь о реально глубоких вещах, которые женщина просто считывает с вас. Даже если ты не очень уверен, там, в самом начале, чтобы прокачаться, как бы думай об этом, думай о том, что ты для женщины сейчас как бы все. То есть, ты в будущем, в перспективе дашь и все, и будешь стоять на своем, никого не ссать, проявлять свою настойчивость, даже когда у тебя трясутся коленки, это и будет говорить о том, что с тобой безопасно. Мужик, записывайся к нам на тренинг с 8 по 11 октября, ссылка в описании. В этом тренинге, в том числе, мы много будем говорить о твоем мужском предназначении, о том, как правильно транслировать безопасность. И, конечно же, будем совершать в районе сотни подходов за те 4 дня, которые у вас будут. То есть, все в совокупности, пикап плюс личностный рост будут давать ошеломляющий эффект. Ждем вас, парни. Всем привет, меня зовут Денис, мне 25 лет. В общем, решил записаться кое-какое время назад на тренинг, вот практика. Потому что в теории, теории все знают, да, в теории все все знают, как всегда. А на практике это и рядом наставник находится. Мне, например, повезло, что оказал, помимо того, что есть и Шамшурин, и Юрий, и другие саппорты, вот мне именно понравился подход саппорта Даниила, который именно предоставлял мне то, что мне нужно было. То есть, чистая практика. Без объяснений он именно гонял, давал мне пинок, грубо говоря, под задницу. И говорил, вон, без комментариев, без, ну, неоспариваемо, иди, делай. Не важно, кто там, не важно. Ты вот без всяких там разбусольного. Я вообще люблю такой подход к работе. То есть, я не хочу сейчас сугубо одного человека пиарить, но так получилось, что эти все дни у меня был этот человек, который, подход, который мне нравился. То есть, вообще, что Шамшурин, что Юра, что другие саппорты, например, Саня, Артема и прочие, отвечали на все вопросы, которые у меня возникали во время этого. Вообще, спасибо всем. Думаю, возможно, в будущем, ну, я думаю, я уже справлюсь, потому что мне толчок уже дали. Ну, может, второй раз запишусь через полгода как-нибудь, я не знаю, если надо будет. Но сейчас пока хватает. Сейчас надо делать то, что мне дали. Пошел, в общем, знакомиться с девушками. Все, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok